Знаете, чем мне нравится русский язык? Знаете, чем? Расскажу. Мне русский язык нравится тем, что у нас очень красивые матершинные слова. Именно поэтому детишке я поставил ограничение по возрасту. Да-да-да-да-да. Красивые русские матершинные слова – это что? А? Вы не помните, я даже много чего расскажу. Красивый и замечательный русским языком матерился прадедушка негра. Ну, араб вообще-то был. Прадед или дед, не помню, как Александра Сергеевича Пушкина. И когда мне говорят, что Александр Сергеевич Пушкин был чисто русским, я начинаю тоже прикалываться. Да, частично русский человек в нем был. Но частично нерусским человеком он тоже становился. Вы не помните? Внимательно почитайте историю. Мало того, мало того. А еще был замечательный человек Сергей Есенин. Ну и все остальные писатели того времени. И как они это дело делали красивое, ровное. И у них даже были определенные штучки под названием. Они издавались, да, 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 они издавались, не слышали. Почитайте внимательно. Да, это было круто. Это было реально круто. И вы понимаете, на таком языке они красиво общались. Так, господа мои, они реально общались. И то, что сейчас происходит у нас, это тоже процедура общения. Но давайте определимся, как они общались. Вот я сейчас немножко перечитаю все это дело на обыкновенном человеческом русском языке. Дело в том, что я имею право читать. По одной простой причине. Я дважды в городе получил первое место за художественное чтение. Да, господа мои, и этими делами я тоже занимался. И давай все-таки. Почему у человека грустное лицо? Он не болен, не калека. Просто зачем удохалось? Зачему удохалось не по-детски, как порой бывало, а серьезно, ой, крутизнецки. Как-то зачем удохало его? Понимаете, да? Все это дело поменяете и можете дальше поставить. Это тоже можно прочитать. Вот. Но у нас как бы лучшее удовольствие, допустим, я как бы вам объяснить то. Из разряда той породы, что используют эти вещи достаточно регулярно. Так же, как вот достаточно регулярно используют айтишники. Вау! Про это вам никто не говорил. А я видел, как айтишники очень внимательным образом сдав свою программу и не получив дивного результата, потом возвращаются на круги своя, и увидев свои огрехи, вот теми самыми словами определяются. Ну, так же самое, как и я. Частично бывает естественно. Но вопрос возникает, за какую сумму вы готовы работать на специалиста, который вас реально кое-куда посылает. За какую сумму вы будете это терпеть? Это, в принципе, она всегда известна. То есть 250 тысяч рублей получают наши вояки. Обыкновенные вояки, обыкновенные люди, которые идут воевать. Вы знаете куда? Потому что я не буду говорить, каким макаром вы будете говорить о том самом дивном полете снаряда, который чуть-чуть вас не разорвал. Если вы будете говорить, что все было красиво и ровно, я думаю, что это было бы вряд ли. Они примерно получают 250 тысяч рублей. За какую сумму вы можете, ну, по крайней мере, я могу это слушать, чтобы меня кто-то таким образом объяснял свое качество жизни по отношению к моему искусству? Вот, это другой вопрос. И я готов, готов. То есть тогда, когда человек должен мне платить 4 тысячи рублей каждый день. Каждый божий день в течение месяца. Итого сумма вылетает примерно 120 тысяч рублей. Сумма в два раза меньше, чем война. Может быть, кто-то сможет это сделать поменьше, я не знаю. Ну, как правило, такая сумма у меня и была. Когда у меня была такая сумма? Ну, она примерно была на протяжении 11 лет. Да-да-да, тогда, когда я работал с одним человеком. Вот там эти вещи сыпались с утра, поверьте, и раньше, и вообще вкусно. И я тем же самым образом ему отвечал, но мне немножко все это дело заустало. Я его так серьезно говорю. Что такое? Не понимаете? Поверьте, поверьте. Так случается и так бывает. Да-да-да. Но когда человек мне платит 500 рублей за один день, и он меня посылает четыре раза куда подальше, я сначала задаю вопрос, человек не понимает. Я второй раз задаю вопрос, человек не понимает. Я третий раз задаю вопрос, человек не понимает. На четвертый раз я его туда же и отправил. То есть мне без разницы кто. Если я вам помогаю, господа мои, я вам помогаю, и вы даже думать не должны, меня обзывать. В данном случае это был обзыв, естественно. Кому он может нравиться? Мне он не нравится. И в связи с этим я спокойненько ушел. И в результате этого те люди, которые реально смотрели, как я делаю диджейство, сегодня и больше меня там не увидят. Объясняю почему. То есть если бы человек нереально заплатил искомую сумму, то есть 12 тысяч рублей, 120 тысяч рублей, я гоню, я что-то, да, 120 тысяч рублей в месяц. Это можно было бы делать постоянно. Но в связи с тем, что таких денег нет, в связи с тем, что человек не понимает, что я делал для него добро, мы все это дело и расстались. Это я делал для тех, кто должен понять о своем смысле существования. Если вам помогают в результате своих событий, закройте, пожалуйста, свое ротовое отверстие, как любила нам говорить Жанна. Хороший человек был в моей школе. Да, да, да. Она биологию, изологию определяла, как часть науки. И в результате того, что дети наши дебильные, как она нас всегда называла, таковыми и остались, я как-то не сильно образом изучал эти два предмета. Это я вам честно скажу. С другими вещами у меня все было относительно хорошо и красиво. За исключением нескольких других вариантов. Ну, да ладно, это уже моя история вопроса. Моя история вопроса вам сегодня гласит. Если вы хотите кого-то регулярно посылать, приготовьтесь регулярно платить нормальные деньги. А не то такое может случиться не только я, а и остальные товарищи, которые на вас работают, вас пошлют туда, где начинается мужское хозяйство. В смысле, где заканчивается мужское хозяйство, оттуда вытекают семенники, и потом получается, если все в порядке, получается ребенок. Ну, если не все в порядке, то вот оттуда получается, что наше население умирает.